Доброе утро всем. Сейчас родственников встретила. Они тут живут рядышком. Каждый день видимся. Вот и они на пляж едут. Вот целый день, представляете, в такую реальность. Я говорю правильно, кто работает, тот и отдыхает. Но правда это сумасшествие. Ехать в субботу на пляж. Сейчас там столько народу, наверное, будет. Жесть. Если с утра пораньше, можно занять местечко хорошее. Но мне все равно не грозит, это я на работу. Да, Чарли. Чарли, кстати, когда видит родственников, он им так рад, что даже писается. А в этом все уже знают. Я сейчас говорю, так, будь осторожней, говорю, он сейчас тебя писает. И знаете, как они его гладят? Вот так вот ноги ставят в растопырку, чтобы вот тут Чарли, чтобы, если что, он пописал, то вот сюда. Это вообще... Да, вот такая вот черта у него от радости, как говорится, даже упускает. Время еще рано. Посмотрел, там никого нет еще. Никто меня не ждет. Пойду на пляжик посмотрю. Вот это вот раньше... Вообще, вот эта гора была раньше центром нашей деревушки. Ну, это раньше была деревушка маленькая. А потом... Ну, эта гора, короче, там же есть замок. И вот все, кто работали в этом замке, то здесь жили. Ну, а потом потихонечку. И вот это вот была мэрия. Вот это была мэрия. Вот это была тюрьма. Вот это была аптека. Так рестораны назвали бутика. Аптека. Что тут еще было? В общем, весь пятачок вот здесь был. Ну, а потом более удобно все. Все спустились вниз, потому что там город разросся. И, в общем, там жить удобнее намного. Школы, садики. А здесь остались только туристы и старички. Нет, конечно, есть молодежь, но мало очень. Пошли, мама. Ай, ай, как бежит. Радостный. Я уже дома. Что я тут буду делать? В общем, я вчера же две картошки, четыре картоши на себе творила. Вот такие средние. Две съела, две у меня вот остались. Я сейчас буду обжаривать на сливочном масле. Картошечка молодая. И будет у меня такая вкусняшка с селедкой. У меня там селедки, наверное, еще на неделю. Вот. И еще что там есть. В общем, буду доедать. Все, что есть, буду сегодня доедать. А еще я вчера манго купила. Бразильянское, бразильское. Оно более-менее похоже на наше. Я сейчас его почищу, чтобы было. Будем надеяться, что оно такое же вкусное, как и наше. Я не ошиблась. Очень вкусное манго в Меркадоне. И ничем не отличается от нашего. Прям просто вот такой же вкус, такая же консистенция. В общем, обалденное манго. У меня будет сегодня на весе. Смотрите, какая у меня картошечка. Аппетитненькая. Аппетитненькая. Достанем селедочку. Соус вчерашний тоже остался. Все осталось. Все есть. В общем, мы приехали на пляж погулять. У нас тут вот это вот для родственников. Ну, как датья, да. Они, кстати, тут каждый день бывают. Мы к ним приехали в гости. А их тут, походу, нету. Они там бассейн такой здоровый поставили. Вот и все. Приходите в гости, когда там нас нет. Такой бассейн громадный. Ой, ладно. Вот почему я сюда сейчас не езжу никуда вообще. Потому что нужно ходить вот так. Там вот полиция приехала. Проверяют всех. Чарли, vamos! Venga! Блин, а, очки у меня в сумке. Вот. Полиция, народу много. И как бы... Ой, а что они там ребенка проверяют? Как-то странно. Бедный Чарли не знает, куда ему бежать. Сзади муж стоит. Он там дозванивается родственникам. Приедут они, не приедут. А тут я. И вот он не знает, куда ему бежать. Там что-то, короче, полиция, видимо, проверяет. Может быть, на наркотики или еще что-то. Каких-то молодых парней. Бдит, бдит. Сейчас посмотрим заодно, есть ли народ. Время уже около... Девятый час, почти, наверное, около девяти. Поэтому... Не знаю. Как тут народ, я вижу, что гуляет много. Поэтому ищем сейчас такие места, где нет ни народа, ни полиции. И где можно сходить с открытым ртом. Чарли, бень, гавану. Баму, кирилл и кучи. Ай. Так. Эти машины. Ну, наверное, в прошлом году было намного-много больше людей. Потому что вот эти парковочные места все были заняты. А сейчас здесь парковаться можно свободно. Ой. На окошке. Ну, так уже посвежело. Хорошо на улице. Вот, смотрите. Ему здесь нравится. Здесь травка. Вот он тут гавкает. В общем, сейчас на пляж едем с вами. Похоже, знаете, на кого это? Человек-невидимка. В очках, маске. Мне еще шляпы не хватает. И тогда человеком-невидимкой буду. У нас как сейчас. Сейчас, например, на пляже. Вот если вы сидите на одном месте, то можно без масок. А если вы, например, гуляете по берегу или идете до пляжа, то нужно надевать маску. Но я вот так посмотрела. Не особо тут кто-то этим. Это практикуют. Хотя и полиция, и все. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Закроют, как Барселона. В Барселоне сейчас, в Каталунии, ночные дискотеки все закрыли. Бары там до 12 ночи только можно. А вот такими темпами. И нас, кстати, Ангелусья тоже думает с понедельника, закрыть ночные развлечения или нет. Потому что зараженные не уменьшаются. Сегодня 922 человека. Все-таки, как говорится, нужно жить с этим. И не забывать, что все еще никуда не ушло. Видите, они люди надели маски. И идут в масках. Вот так. Вот это я понимаю. Номер телефона. Куда звонить в случае чего-то. 112. И души, кстати, не работают. У нас в нашем городе Матриле работают души. А здесь не работают. Очень странно. Я не люблю очень в соленой воде быть. Но мне потом чесаться начинаю. А вот там моя работа. На самом верху. Вот замок у нас. И за замком я работаю. Машину оставляю вот тут. Вот я вам снимаю сториз. В инстаграм. Кто не подписан, подписывайтесь. Ой, я так ночью плохо спала. Это просто было ужасно какое-то. Почему? Потому что почему-то соседи надумали открыть все окна. И ребенок опять орал всю ночь. Всю ночь. У него кашель такой. Я излежала уже. Ну, блин, у вас не вирус случайно. И мама его тоже кашляла. Она беременная. И уж скоро, наверное, дожать. И ребенок всю ночь. Ку-ку, ку-ку. И ревел, ревел. Зато днем тишина и спокойствие. Я говорю, музыку что ли им врубить на всю. Чтобы они ночью спали, а не днем. Ой. Я прям вот лежала, вспоминяла, как в прошлом году тоже. Парай ночей у нас таких было с этим ребенком. Ну, ничего не поделаешь. Я говорю, блин, ну видишь, что твой ребенок не спит, плачет. Закрой все окна. У тебя же кондер дома, чтобы другие люди не слушали. Как говорится, будь солидарна и понимай, что соседи не спят же. Не глухие же. Нет. Всю ночь вот она его. Антони, Антони. Антони. Я не знаю, как их звать. Отца, родители. Зато знаю, что ребенка звать Антонио. Ой, блин. Ну, ничего, я сегодня днем спала, знаете. Днем вообще ничего неохота делать. Вот до шести, до семи. А сейчас сижу такая, говорю, муж, поехали это. Твои там это. На дачу ездят. Ну, вот это вот. Вот они там бассейн купили большой. Посмотрим, там они не там. Прогуляемся. А то мне одной скучно. Ну, поехали. Потому что по полям тоже надо едать. Одной тоже ходить, гулять-то. А это хоть какое-то разнообразие. Ну, вот видите, одно дно. Нужно на мордик ходить. А так классно, как вот раньше. Ну, ничего. Все пройдет. И это пройдет. Такие вот у нас красота гуляния. Там у нас родник есть. Какой-то дебил. Мужик уже такой возрасте. Залез туда купаться. С шампунем, с гелем. Люди вообще долбануты. А там рыбки плавают. Все дела. Ну, залез туда яйца свои мыть. Прям стоит, натирает. Я так на него посмотрела таким взглядом. Что, наверное, все понял. Что я о нем думала. Трындец. Люди вообще дебилы. Я больше не могла их так назвать. Представляете, как на машине гуляли. Поехали по пляжу. Там в Соловрине, где я бы работаю. И встретили подруг. Представляете? Они туда приезжают на выходные. Одна, вернее, вторая. За компанию. Вот. Поболтали, постояли немного. И вот сейчас. Домой только приехали. Сходила в душ. Голову сегодня не мыла. Ну, его нафиг. Каждый день голову мыть тоже не это. Не есть хорошо. Хотя я, знаете, не шампунью не всегда мою. Я один день шампунь. Другой день обычной водой споласкиваю. Потому что тоже шампунью хорошо каждый день мыть нельзя. Ну, как нельзя. Не рекомендуется. Вот такие у нас дела. Блин, жвачки тут понавешу я. Сама виновата. Они все плавятся на жаре. В тарелку положила. Что, буду с вами прощаться? Посуду завтра, по-моему. Неохота сегодня. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра что-нибудь придумаем. По планам. О, блин, воду сюда поставил. Вот. Всего самого лучшего. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...